Гол и весел 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 «Страшный великан, рыжий и усатый таксикоман!» Он рычит, кричит, то и усами шевелит. И там такая зверь, а власти задрожали, в обморок упали. А нарколог вся дрожа тут и села на ежа, понимаешь? Вот эта вот паника, это буквально из стихов Чайковского, да? До такой степени все страшно. Еще одна криминальная новость, которая мне, кстати, безумно понравилась. Она такая, знаешь, криминал, пересеченный с таким вот, с призывом к молодежи заниматься спортом, с неудачей начал свою криминальную биографию. Молодой житель села Пашино, это Афанасьевский район, укравший двухпудовую гирю из местного спорткомплекса. Об этом сообщает планета Афанасьева. Проблемы возникли со сбытом. Куда бы парень свою добычу не тащил, кому бы он ее не предлагал купить, ну, 32 кило от чермета, да, на сдачу металлом, но желающих так и не нашел. Зато пока он бродил с этим предметом по поселку, да, а торговцы тяжестями прослышали в отделении полиции и возбудили в его отношении по факту кражи гири уголовное дело. Ну, слушай, ну, на самом деле хочется юношу-то похвалить. Он, конечно, немножко отстал от моды, потому что гири – это уже прошлый век. Если уж тырить, как говорится, то надо было брать сразу тренажер. Во-первых, это и современно, во-вторых, и железо больше. А в седьмых, опять же, подрастает, это моя любимая тема, подрастает Олимпийский резерв. Если парень смог вынести огромную двухподовую гирю, значит, он сможет и бросить молот, и на лыжах, так сказать, с трамплина слететь, в конце концов. Ну, мне кажется, тут еще, конечно, повлияла на него любовь к классической литературе, да. Помнишь? Пилите, Шура, пилите, да. Вот, видимо, он сначала пытался ее распилить, а потом, когда понял, ну, решил хотя бы что-то заработать. Гол и весел. Тем временем, приятные новости об учащихся пятых-седьмых классах в Богородской средней школе. 96% учащихся пятых-седьмых классов в Богородской средней школе, согласно результатам анкетирования, не курят. Об этом сообщает Богородская.авиатка.ру. Это прекрасная статистика. Да, особенно хорошо звучит 96%, отметь, да, и еще звучит вот эти вот пятые-седьмые классы, да. То есть 96% пятиклассников в Богородске не курят, а 4%, ну, видимо, иногда, да, вот, когда только сильно выпьют, да? Я боюсь, что 4% просто не участвовали в анкетировании. Мне бы было интересно узнать статистику учащихся восьмых-десятых классов, тогда, когда все по голову начинают курить, смолить и веселиться. Вот. Еще одна радостная новость тоже с Юга области, из Уржумского района. Там сельхозпредприятие, рождественское, красивое название, купило 250 овец эдельбаевской грубошерстной породы мясосального направления. Ну, очень хорошие характеристики приводит газета Кировская. Искор об этом сообщает, что очень высока молочная продуктивность эдельбаевок, при том, что жирное овечье молоко – это прекрасное сырье для производства масла, бримчика, курта и целебного айрана. Ну, видимо, что-то целебное. Вот. Это курдючные овцы, а покупить их пришлось, потому что общественное свиноводство в Уржумском районе оказалось уничтожено из-за угрозы африканской чумы свиней. И сейчас приходится развивать там коневодство и овцеводство. Это как альтернатива свиноводству? Да, это альтернатива свиноводству. Слушай, ну а если не попрет, например, коневодство и овцеводство, можно перейти на оленеводство и ламоводство. Абсолютно спокойно. А если и с этим не получится, можно перейти к собирательству и бортничеству. А если и тут не попрет, ну, перейти к консервированию. В любом случае новость такая радостная. И знаешь, у меня как такой даже гимн в душе родился. Помнишь такая фраза? Славься, овечество наше свободное. Гол и весел. И очень серьезная новость. Я думаю, мы должны закончить передачу очень серьезной новостью. В районной комиссии по противодействию коррупции, это в Нагорском районе, обсудили рекомендации Министерства труда по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. Об этом пишет Нагорская жизнь. Суддела собравшимся изложил заведующий отделом администрации района Сергей Ларионов. Вот что он сказал. Он сказал простые слова, например, «И что мы будем делать?» Или решить вопрос довольно сложно, или не говоря уже «спасибо, на хлеб не намажешь», сказанное чиновникам, могут восприниматься как предложение дать взятку или как просьба о взятке. Вот что он пояснил. «Так что будьте осторожны», сказал он своим коллегам-чиновникам, «будьте осторожны в выборе слов и компрометирующих жестов». Ну, вообще, с великим могучим русским языком тут, конечно, проблема часто у чиновников. Я предлагаю расширить список потенциальных фраз и издать некий меморандум. Туда включить, например, такие фразы, как «нарушаете» или там «вы что, знак не видели» или вот «в быту» «у меня сегодня голова болит». Такие были новости этой недели. Область живет и свою работу заканчивает программа «Голый весел». С вами были Николай Голиков и Роман Веселков. До свидания. Гол и Весел.